Альбом «Железные мантры» Каждая мантра песни имеет свою графическую интерпретацию, визуально напоминающую сочетание линий, положение которых в пространстве, и определяет суть каждой песни. И так время пошло. Первая песня «Недобитый романтик» визуально изображается вот так. Сама же песня о том, что с дефицитом ветряных мельниц и тульсиней не перевелись еще рыцари печального образа. Поэтому на дорогах Испании еще можно встретить предупреждающие знаки. Эти дороги особенно опасны. Вторая песня «Гиперболоид» В умелых руках вещь незаменимая. Суть же ее проста, как и устройство самого гиперболоида. А именно «Не верь глазам своим». Ведь не каждый в белом доктор и не каждая зацелованная лягушка становится принцессой. Колдери да колдобины. Тут все предельно ясно. Песня предполагает поиск еще одного ключевого слова, чтобы получилось нечто напоминающее словесную последовательность. Например, огонь, вода и медные трубы. Слово же должен отыскать сам слушатель, за что ему полагается ценный приз. Четвертая песня «Железные мантры». Предполагается, что это прочное сооружение, изменяющее мир, изображается следующим образом. Песня о непредсказуемых последствиях, которые может вызвать грядущая весна. О том, что новое – это пуще прежнего, о рождении прямого и незатейливого, и простого, как дверь. Вот уже четыре песни позади. Наступает тот самый момент, когда слово становится ветром. Ветер сдувает дома. Люди кричат. Крик рождает ураган. Ураган разрушает города. Кто-то кричит. Крик снова рождает ветер. И так по кругу. Песня. Вот же это слово. Песня о той силе, которая вращает мельницу. И о том, какой вкус у хлеба, выпекаемого, исполученный таким вармарским методом муки. Лунатики. Лунатиков можно узнать в толпе по специфической походке. А песня о том, что не каждая власть над собой. И повинуясь неведомому зову в час икс, он собирается на проволоку и идет на голос невидимых сирен. Песня. Дом мой на двух ногах. Это не тот дом, который построил Джек. Это дом, который закрыт на все засовы. В него не войти, из него не выйти. И шатается он сам по себе, как маятник в взбесившихся часах. Близится развязка. И хочется верить, что колдыри наденут на крахмаленные рубашки. Недобитый романтик освоит киперболоид. Лунатики не сорвутся с проволоки, а доберутся таки до луны. Но все же придется еще подождать. Поэтому следующая песня – «Существо». Песня о тех мыслях, которые возникают от бесполезного созерцания синего неба, плывущих по нему облаков. Солнце, которое непонятным образом висит над головой и не падает на землю. Девятая песня под названием «Здесь живут дома-колодцы». Песня о людях, которых Федор Михайлович поселил «Невеселые дома», и о грезах, о их смутных желаниях, которые рождают гранитные набережные города на Неве. Десятая песня – «Цветок ненастья». Песня посвящается неведомому растению в женском обличии, с длинными мокрыми зелеными ресницами, с бархатной, как у молодого мха кожей, о растении, которое вот-вот зацветет. Приоткроется дверь. Это заключительная мимолетная композиция, которая призвана вызвать у чувствительного слушателя легкое головокружение и раскоординацию движений. Вот и затихли звуки. Вроде бы все расставлено по своим местам, все обрегло свое название и свой порядковый номер. Все это так. Но ровно в полдень заклинание утратит силы, и все смешается вновь. Карета превратится в тыкву, и лишь как нежданное утешение залеет в ночной тиши цветок ненасти. Приоткроется дверь, и оттуда донесутся первые звуки железных мантр. Ам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok